В самый разгар лета найдется немало желающих устроить себе полуденную сиесту и укрыться от жары среди летней зелени. Провести время на природе можно в самом центре города Щелково. Ежедневно в Щелковский парк приходит множество горожан. Здесь есть все необходимое для спокойного либо активного отдыха. От лавочек на тенистых дорожках и обустроенного пляжа до аттракционов и велопроката. Уникальной изюминкой парка стала установленная пару лет назад сказка. Детская площадка, где мам и малышей встречают оригинальные скульптуры, изображающие сказочных персонажей. Этим летом парк также не планирует стоять на месте. На территории здесь у нас сказка, значит мы ее увеличиваем и сделаем большой сюрприз жителям. В дню города, так как это центральная часть, мы будем кидать все силы на благоустройство детского городка. Планируем заменить там всю плитку. Немало в парке возможностей и для активного отдыха молодежи постарше. Тут тебе и веревочные конструкции для начинающих альпинистов, и площадки под воркаут и волейбол. Старшее поколение много интересного для себя найдет в насыщенной событийной программе. Почти каждую неделю в парке проходят летние киносеансы. Благоустройство во многом не уступает развлекательным сервисам. Есть и отлично заасфальтированные дорожки, и красочные клумбы, и оригинальные арт-объекты. А вот общее состояние главной составляющей парка – его зелени – в плане благоустройства несколько отстает. Чем дальше уходишь от центра, тем выше трава, а кое-где попадаются и заросли крапивы. На юге, ближе к выходу на улицу строителей, найти место для прогулки или пикника достаточно затруднительно. Устранить недостатки руководство парка планирует до главных праздников – Дней города и района. В Дню города очистим ту часть парка, приведем ее в порядок. Набережная Клязьмы, в том числе пляж, расположенный в дальней части парка, также пользуется популярностью у жителей. Пляж оборудован всем необходимым для отдыха, однако сама речка встречает людей не так гостеприимно. На берегу стоит табличка «Купаться запрещено». Одной из причин такой предосторожности являются нестабильные показатели качества воды. Однако многие отдыхающие табличку игнорируют, как говорится, на свой страх и риск. Развитие этой части парка запланировано только в следующем году. Здесь должна появиться так называемая «Тихая зона отдыха» площадью более 400 квадратных метров. Небольшой садик в японском стиле. Ну а сейчас можно просто нежиться на шезлонге или почитать интересную книгу на тенистой аллее. Что кому больше по вкусу. Главное – не упускать ни момента летнего тепла. Александра Гранич, Александр Оржевский, Сергей Максимов, телерадио компания «Щелково».